Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот как путем ведения войны можно объединить людей? То есть, что с ними нужно делать, чтобы они поддерживали самое страшное преступление? Юр, это не такой простой вопрос. Видите ли, круговая порука мажет как копоть, как мы с вами помним. Ведь бездна, которая отделяет в России народ от начальства, довольно глубока, но бездна, которая отличает Россию и отделяет Россию от остального мира, все равно больше. Россия отдельная страна, отдельная планета, она никаких общечеловеческих и даже, боюсь, физических законов над собой не признает. У нас особый путь. Поэтому сплотить Россию вот на этот триггер, это щелчок пальцев, это на раз-два. Пока нет внешней угрозы, Россия может даже как-то бунтовать, может выражать какое-то недовольство, даже стучать шашками на мосту. Но стоит появиться намеку на внешнюю угрозу, инспирированному, в данном случае чисто вымышленному. Как все немедленно объединяются, потому что для России ведь самое главное сохранить статус-кво, сохранить свою отдельность, не превратить Россию в модернизированную страну. Новая книга Эдкина, так и называется, Russia Against Modernity. Против модернизма России выступает все, что угодно, лишь бы не меняться. И под это дело можно сплотиться вокруг войны, вокруг детоубийства, вокруг воровства, чудовищной лжи, хамства, все, что угодно, лишь бы нас не заставили быть как все. Ну это же противоестественно. Как можно отдавать себе отчет в том, что ты не хочешь модернизироваться, ты не хочешь соответствовать вызовам, ты не хочешь прогрессировать, но напротив ты хочешь убивать. Ну Юра, Юра, это заявлено на риторическом уровне очень давно. Страх России перед будущим воплощается в любые жупелы абсолютно. Там на Западе все гомосексуалисты, там на Западе третий пол, там на Западе номер один и номер два. Я, кстати, вот я довольно много живу на Западе, но я не видел ни одного гей-парада. Ну а это потому, что я на них не хожу, понимаете, меня вообще эта тема не очень волнует. И равно как и родители номер один и номер два, мне ни разу в моей практике не встречались. Однажды в ночном клубе видел трансгендера. Клянусь вам, ничего особенного. Но вот самое ужасное-то в том, понимаете, что, блин, вот мы сидим с вами ржем, вас там бомбят, вы без света. Я, Юр, мне так стыдно, вот простите меня, ей-богу, потому что я не понимаю, как вы находите время и силы еще о чем-то разговаривать. Но вам, наверное, интересно, я могу это объяснить. Проблема ведь в том, понимаете, что Россия действительно, она запрограммирована на консерватизм, на консервацию, неважно чего. А консерватизм, ведь сам по себе консерватизм, ну в черчиллевском понимании, да, он предполагает придерживаться фэрплея, старых добрых правил честной игры. А вовсе не тормозить будущее любой ценой. Но вы посмотрите, как Россия избегает будущего. Сегодня самая страшная, опять-таки, пугалка – это советский проект. Потому что в советское время у нас были массовые, да, у нас были массовые репрессии, но у нас был проект будущего, Россия была модернистской страной. И Сталин, честно говоря, победил-то Гитлера только потому, что Гитлер отстаивал архаику, а Сталин отстаивал, не Сталин, Россия, Советский Союз, отстаивал новое общество. Оно гордилось тем, что оно новое, оно верило в то, что оно новое. И эта гордость оказалась даже сильнее репрессий всего, даже сильнее гнетений. На этом проекте Россия успела выйти в космос, успела построить великое искусство 60-70-х годов. Все это разрушено, вытоптано, образовался зловонный пустырь. И на этом пустыре резвятся бесы. Они за то, чтобы их продолжали терпеть, готовы отдать все, что угодно, потому что для них это действительно вопрос жизни и смерти. Ведь понимаете, они не выдерживают конкуренции с остальным миром. А если ты не выдерживаешь конкуренцию, у тебя выход один уничтожает. Продолжение следует...